но у нас в чате написали что 13 14 какого-то там мая будет конгресс я не знаю в анталии наверное скорее всего да вот но я как слушатель чисто читаю я возмущаюсь мне микрофон выключает в чатах я когда начинала говорить что зеленом кабинете они нам на втирали что это берет трасс валит берется комиссию два с половиной процента я говорю на учебу мне тут говорить таких комиссий вообще комских нигде нет ни на одной бирже два с половиной процента чем вы говорите если только ну и rc следа сеть и rc там и побольше да есть у них комиссии отпуск на меня или нет извините я вернулся извините за связь да это моя вина у меня редко разряжается телефон и я не обратил внимание да да я не андрея а у меня был логотип да так вот это он правильно да да это он андрей нос смотри тут написано king rolodex публично это просто товарищ называющий себя королем он же не является чиновником это просто инстана латируется но нас это баллотируется но ты можешь посмотреть у нас у нас какая разница а никакой нас ксюша ксюша собчак баллотировалась президента российской федерации да ну и что да да ну какая разница и личность просто и светская львица скажет поэтому андрей когда ты говоришь что я вот тут общаюсь с королем ливана ты уж говоришь что это мужик называем королем но фактически хорошо ты как журналист правильно может быть задел да может быть можно быть правильно да ok человек баллотируется и в стране он первая известность там из личности ладно окей но я разговаривал про деньги и меня интересовал бизнес на котором можно заработать вот и мы говорили про финансирование романа ну да судя по этой фотографии видишь когда он тут пачки денег пытается сгрызть у него много лишних денег поэтому это просто глупости обычно нет ну если он готов эти деньги выделить на помощь проектом романа василенко на здоровье никто же не будет против а кто а кто мешает встретиться роману и мне вместе с королем с этим кто решает интерпол не никакой интерпол не мешает кстати дима дима во время общения сейчас написал так у меня я могу скрин скинуть мне вечера семьей разник все ладно и мама написала сейчас маму маму удалю могу вам скинуть просто шаги на написал такая и какая-то девушка они вам разрешают вот так выставлять ваши переписки как бы это все-таки конфиденциальная информация кто 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 ну вот сейчас я расставляю переписки с димой и потом фотографии вчера выставляли ему разрешение не требуется да я у меня очень плохая составляющая в плане там я не знаю там разрешение там я не буду переспрашивать ничего я веду себя как хочу вот я скинул вам вот у меня даже в скринах сейчас дима в истории вот андрей а потом ты удивляешься почему не удается вопросы порешать потому что извините то же сам говоришь я веду себя как хочу а потом удивляешься андрей но не проблема смотри со мной будут общаться те которые мне нужны вот даже если дима сейчас там надуется щеки там и рома ему пообещает какую-то цифру денег я не знаю там как сегодня там разговор сошелся да вот что дима отказался и вопрос потому что у меня еще есть там три-четыре такие же там ну конечно но это помните там я написала если он вас не помню слушает в скобках им стала боится значит есть за что понимаете либо у вас есть на что-то на них либо вы там смотрите я либо заработаю либо не заработаю на какой-то теме вот роман что посмотрите у романа есть возможность например я его сейчас презентую королю мы там встретимся какой-то мужчина разговаривает подождите подождите надо услышать какой-то мужчина разговаривает я готов встретиться с романом вместе в бейруте и роман про берут знает всю жизнь про меня всю историю с берутом для него это будет сейчас не в новинку если он слушает вот я там устрою очередной конкурс красоты на 40 там мисс моделей там всего мира туда приезжает тот тот кто нам нужен но это так обычно делается честно говоря вот и мы беседуем про цифру денег вот она есть пределах там 5 миллиардов вот мы можем очень много по закрывать я так понимаю вообще-то в россии очень очень быстро восстановится репутация романа вот и на этом я как бы там буду бенефицаром этого всего это мой основной вообще посыл того чего вообще в чат загуливаю к вам понимаете но я хочу заработать у меня есть возможность конкурса красоты я делаю в беруте это единственный конкурс красоты но во всем мире на ближнем востоке который владелец конкурса принадлежит только андрей украин дужкину мне лично вот и поверьте это немало это очень жирно поэтому я имела ворос а нам-то с этого всего что вообще вам это что имеем да ну я занимаюсь восстановлением ситуации с романом василенко не с вами лично ешь не знаю вы же к нам в чат выходите куда куда мне выходить а куда мне выходить людям надо деньги свои вернуть как бы вот то что вы там замудить денег все дела как бы люди наоборот потеряют а вы а вы хотели что решение сегодня на завтра какой-то куда не ну понятно не такая вообще есть какие-то у вас но есть но я рассказываю я я я же вам об этом рассказываю я же вам об этом рассказываю у меня есть мероприятие которое я провожу очень дорого и сильно первые там молиться стран давайте там кстати у нас элиза специалист по странам первые лица там стран садовской аравии дубая катара здороваются лично со мной могу вам фотографии поскидывать не но вы крут это немало не так я же не говорю что я молодец это не похвастаться я просто говорю есть там какой-то путь решение вот я его такой изобразил и я подумал что я могу на этом заработать не вы заработаете вопросов нет как бы сейчас люди зеленого кабинета переведут деньги в это заплатят проценты вот кому повезет тем может быть продадут там по 0 1 там допустим или сколько вот до закрытия кабинета кабинет закроется мы или вы предполагаете что не закроется и и вы при профинансируете своих партнеров этими деньгами вообще вообще не предполагаю где вы участвуете вообще вот этот проект где сейчас у нас как никак не отвечаю я же я же сказал я понятия не имею даже как это работает отборачиваться на гири кому-то принадлежит слушать все это может быть отключитесь вопрос можно мальчики конечно непонятно кому мы принадлежим теперь нас подобрали обобрали причем подобрали с фантиками зачем мы кому-то нужны какому-то дяде который нас сейчас ведет заставляет в опять кабинет эти сделать и и так далее так далее процент снимает бэнби я научилась говорить слава богу выговаривать но есть или тут два варианта или романов действительно наш продал кому-то вот этому дяде синему кабинету который или он действительно ничего не знает ты хочешь исправить ситуацию с романовым а если мы уже проданы и не кабинет как ты будешь эту ситуацию справлять я не понимаю спасибо имя я не услышал к сожалению в начале или вы скажите имя но могут там и елена елена да 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 лена смотрите ситуация то выгодная по поводу там возврата вам может быть только роману василенко по поводу его чести уже какому-то клубу но это но это сейчас так но роман господин как романа вот нас и синего кабинета вытаскивать в розовый кабинет как роман не имеет отношения к проекту которым вы сейчас состоите фантиками уже перешли уже у него нет зеленого кабинета которым он владел мы уже отданы другому и будем ему верны дальше как у нас почему вы кому кому вы верны будете господи им кабинете смотрите я я действительно не вникают там зеленые и синие кабинета и так далее я просто понимаю о том что роман не ведет этот проект это не касается романа совершенно никак абсолютно это другой абсолютно да да база база данных было очень доступно ее можно было уже не на бойченко купить за 3 рубля 20 копеек понимаете то есть в начале это попытались продать за дорого потом это не зашло и потом можно это было купить за копейки база данных разлетелась вообще вот так просто вот рома не покупал ничего роман сидит роман сидит год не знает как ему правильно выпутаться из этой истории вот такая правильная картина и он знает что мы проданы уже не что ему делать вопрос поэтому и возникает как вы хотите с ним исправить ситуацию если мы уже про да да как я хочу поговорить с ним вот я например в 4 утра улетаю на кипр вот ну было там какая-то там предварительная там договоренность может ее не будет не знаю я побуду никуда не спешу вот мы можем встретиться и отсудить спокойно вот это мои интересы никому вас роман не продал нормально он все ведет единственном не выходит на связь это ему очень сильный минус несколько раз он уже мог выйти на связь и пояснить андрей тогда заблюда наблюдать за нами и видеть что мы уже в другом каком-то клубе совсем другом кабинете а что ему делать вот скажите лена что ему делать что ему делать как это что так теперь ситуацию вообще не переломить уже уже нас не вернулись ну конечно в этом но вы ушли в другой клуб и что делать роману что роману нужно король левада может из рабства вытащить теперь никто никого не вытаскивать смотрите значит еще раз роман живет в своем закрытом мире ровно там год плюс ну там полтора скоро уже до примерно вот роман живет в своем закрытом мире он не делает никакие проекты я не знаю и он точно не понимает но он видит наблюдает по поводу там ютл там еще там какие-то там токены и так далее роман не имеет к этому делу никакого отношения хорошо услышьте это пожалуйста я когда мы были и ним кабине вернее в зеленом я уже запуталась подожди когда мы были в зеленом кабинете он мог исправить ситуацию а сейчас мы уже и ним кабинете со всеми деньгами фантиками а кто кто вам об этом сказал кроме какой-то группы в телеграме о том в какой вы в кабинет с какого переходите консультанты консультанты консультант я ненавижу они с романом общались они общались с романом говорили да кто общался с романом сейчас секунду я вклинюсь так андрей ты говоришь а кто общался так еще раз все проблемы исходят именно с того как говорят рыба гниет с головы и именно потому что василенко занял вот эту выжидательную позицию у людей полные непонятки допустим я ну предположим что то что ты говоришь правда и клуб ютл не имеет никакого отношения к роману василенко значит получается пока господин василенко там сидит на кипре в носу ковыряет и думает как ты говоришь проблемы решать пришли чужие дяди предложили свой вариант и народ толкой поперся туда и кто в этом виноват не нашли доблестный офицер который целый год сидит на кипре и думает как бы мне проблему решить а людей получается раздербанивают по разным направлениям андрей абсолютно правильно вот сейчас разговариваешь правильными но терминами да вот так это и происходит именно так как ты сказал представляешь но это правда вот ты 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 сейчас там иронично все описал но это правда вот то и вот именно так это все выглядит хорошо задам вопрос секунду господа вот еще раз меня в клубе ютл нет я это вопрос не к тебе андрей к тем кто участвует в клубе ютл регулярно проводятся мероприятия даже на земле и бывают там эти вебинары и созвоны есть лидеры которые уже карьеру сделали в клубе ютл что там говорится именно у романы романе василенко озвучивалась что да это проект там созданный романом василенко как решение наших текущих проблем и так далее я не в курсе меня на мероприятиях не было вот что там говорят то интересно кстати тишина ну пусть говорят поздно метать бананы еще раз говорю когда мы были в зеленом кабинете еще что-то можно было исправить ситуацию а сейчас я даже не знаю тем более загадка кому мы принадлежим вместе с нашими фантиками в синем кабинете кто-нибудь может ответить елен смотрите я не соглашусь насчет того что поздно смотрите предположим допустим андрей с романом встречаются на кипре понятное дело это зависит не только от желания андрея должно быть желание двух сторон встречаются на кипре и решают вопрос что да человек по имени там король готов выделить там несколько миллиардов которые способны все вопросы решить дальше остаются чисто технические проблемы база данных со всеми циферками в кабинете есть и есть сам же андрей говорит что набойченко продает ее за копейки то есть база данных видно у кого сколько циферок в кабинете то что там еще раз то что вы елена говорите люди там свои циферки перевели синие кабинеты это ничего не значит потому что если товарищ офицер хочет расплатиться с долгами да он найдет способ это сделать то есть восстановят базу предположим предположим я не уверен что клуб ютл не имеет отношения к василенко но предположим если василенко хочет с долгами расплатиться восстанавливается база деньги есть все пошли выплаты все вполне реально при условии если этот план как говорится очень-очень адекватная логика андрей мне прям нравится зеленые кабинеты синие кабинеты какая база кому она принадлежит будет ли это базой синих кабинетов у василенко а вам какая разница секунду у вас зеленом кабинете было пять тысяч евро появляется новый сайт созданный уже точно романом василенко и вам начинают выплаты идти с этого вам какая разница имеет отношение синий кабинет к василенко это если синий кабинет принадлежит василенко а если я например с миллионами король ливана взял и купил зеленые кабинеты и теперь это моя база это моя инвестиция каким покупать господи это база это база долгу грубо говоря она никому не нужна кому долги нужны и королю не нужны то есть королю я совершенно другую презентацию рассказываю кто такой роман показываю наши старые фотографии там шоу и так далее рассказываю сколько денег можно еще там накосительно заработать то есть король на это смотрит мы говорим о деньгах сколько нужно то есть а вы про какую-то базу кто будет вашу базу вообще изучать это при условии если роман какой-то имеет какие-то шансы условия или он знает про зеленые про синие кабинеты а если как вы говорите он далек от этого и он понятия не видит что это такое и он даже не знает что мы в синих кабинетах уже ну скорее всего может и не знает в каких вы кабинетах он сам знает цифра которая у него сейчас висит минусом вот знаете как обычный частный человек вот физлицо вот поймите да думает о том какая у него проблема произошла вот он знает что у меня есть минус например там сто сто двенадцать миллионов долларов вот у меня есть минус то есть что мне делать с этим всем вы думаете он будет кабинет там синий зеленый рассматривать какую-то машу там и кого-то у романа есть своя проблема я как не знал какие проценты сколько людям деньги начисляют как вы говорили там цифры рисует а плевать какие-то токены это какие-то бимбишки плевать я вообще понятия не имею думаю что вам роман скоро заявит что он не имеет отношения к этим всем токенам какая-то проект наверное будет понемножку работать кое-как может будет расти может не расти я не знаю вот явно к роману отношения на не имеет роман очень далек технически от вообще восприятия токенов от всего вообще вы даже не представляете насколько далеко я это и говорю если весь зеленый кабинет уже написал заявление в полицию в Питер то синий кабинет что будут делать то же самое собираться и писать заявление что нас вообще перехватили лохами сделали мы мол ну к сожалению да к сожалению вы правильно выражаетесь на самом деле ну вот я вот и хотела этого и добиться я ничего не понимаю этого не добивайтесь но к сожалению вы правильно выражаетесь да у ромы сейчас кстати на самом деле на самом деле речь уже не в романе стоит речь стоит о каких-то активах которые арестованы какой-то там цифре денег которая не разделена там справедливо между всеми участниками и так далее вот и роман что-то пытается делать но пытается как но он год сидит пассивно вот так вот это правда понимаете что-то предложить ну 5 миллиардов например вложить в крутые семинары но это тоже знаете очень много кто семинары сегодня ведет крутые если за ним что-то стоит дальше может быть я об этом узнаю роман если захочет он знает где встретиться он знает место я там завтра буду гулять не только завтра пару недель буду гулять можем поговорить вот не захочет поговорить не проблема подкованный человек вы скажите что мы в других кабинетах и ждем новый кабинет я не разбираюсь практически я не разбираюсь в кабинетах я не разбираюсь в кабинетах простите пожалуйста не но теперь то вы уже знаете что мы я извиняюсь опять вклинюсь смотрите вот то что произошло сегодня или даже вчера когда а сегодня роман позвонил юристу дмитрию и сказал ему чтобы он не выходил на не присоединялся к созвона это о чем говорит что роман либо лично присутствует в нашем чате либо он слушает точно ну так вот если он присутствует елен поэтому когда вы говорите что роман не в курсе то есть он целый год сидит на кипре он присутствует целый год в нашем чате читает сообщения и он не знает ни про какие новые кабинеты ну уж дебилом то его полным не надо считать он человек не глупый я думаю я первый раз у вас за последнее время в вашем чате просто мне было интересно послушать это не я сказал это вы так думаете вместе с андреем вот нет я тут как раз так и думаю и более того я очень сильно сомневаюсь то что говорит андрей что якобы ютл не имеет отношения к василенко повторю потому что во первых с какого то перепуга после того как все это произошло два доказательства есть первое первоначальный домен лик.лтд был зарегистрирован на василенко и ну да да раз и второй момент и второй момент толпа лидеров life is good директора там высоких уровней десятые там одиннадцатые с какого то перепуга поперлись толпой и всех своих людей стали зазывать в проект Андрей оказывается не имеет отношения к василенко андрей 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 я знаю ром да проект предложить ему и сказать что ром мы сейчас вот смотри вот как это только на практике вот слушай как это на самом деле давай просто говорится ром смотри мы сейчас извини за сленг там проект на твое имя там тебя регистрируем потому что ты это все делал вот мы сейчас там закрутим раскрутим и мы все вопросы порешаем рома скажет да ничего такого не было того что домин на его имя регистрирован какие-то люди которые с ним рядом близко присутствуют но не очень близко это не очень близко которые по ушам проехали они наверное есть но роман не имеет отношения к этой всей истории не имеет ну то есть ты хочешь сказать что может быть это типа вот этот новый клуб это попытка лидеров как-то разрулить ситуацию беда абсолютно да абсолютно вот да да именно так и роман выражение там продать никто вас не продает господи вот вот выглядит это так и все рома близко даже не он сейчас слушает он слушает эту вот этот созвон очень бы хотелось чтобы он один раз слово вставил вот потому что он сегодня быстро раз реагировал на вчерашние мои договоренности которые по поводу там димы дима уже там с утра набрал он сейчас сидит в чате слушает он не понимает что ему делать если он понимает пусть выходит на связь или знать где я буду гулять завтра вот так честно говоря я вообще не понимаю эту машину возьми вот мы перешли в другие кабинеты дальше что или уже бы я двести раз говорю кому вы нужны простите пожалуйста к сожалению ну зачем на один раз отрезали закрыли сказали всем спасибо до свидания вы не нужны никому простите простите ну пожалуйста вы не нужны мучают вот сейчас я получаю но вы что идите скоро все это свернется накроете все синий кабинет как вы это все не поймете они уже накрылись что вы ждете оттуда все денег нет где-то правильно да уже уже какой семинар я слушаю одно и то же одно и то же все скам уже как вы не поймете что уже денег ни хрена нет что вы пройтись ни кабинета толдычите И тем не менее, мама, дорогая, вы в этом чаде, вы уши развесили, потому что вас интересно, и вам очень хочется, значит, деньги все-таки вернутся, не зря же вы тут сидите. И если я говорю, значит, я говорю не с вами, и не надо меня комментировать. А если Роман нас слышит, то пускай ответит хотя бы на эти примитивные вопросы. Зачем нас так мучают? Чтоб вынесли еще деньги. Я хочу, чтобы вынесли постоянно деньги. Постоянно, Лена, постоянно несите мне деньги. Да, да, ребят, вы правы, но, к сожалению, вот девушка Элиза, да, Лиза? Андрей, вопрос еще раз, вот ты на предыдущих созвонах несколько раз повторял, что сложившаяся ситуация, ну, получилось не потому, что Василенко изначально это планировал, а именно с течения обстоятельств. Ты звучала такая фраза, тебя подставили. А подстава в чем заключалась? Он отдал деньги людям, которые его кинули, или там у него заморозили активы, или что произошло? Вот подстава в чем? Андрей, есть ряд подряд событий. Вот просто ты понимаешь, что есть сложенные события, которые одни в другие вытекают. Я понимаю, конечно. Да, вот тогда, пожалуйста, послушай внимательно. Значит, первые события связаны с Инстафорексом, я уже говорил. Там, конечно, не все деньги, не такие суммы просели, иначе там Инстафорекс, там, наверное, Калининград бы вырос по-другому. Вот. Началось оттуда. Были долги. Долги были в Дагестане, там, частично. Кое-какие там позакрывали. Человек умер один на большие суммы. Вот. Они закрылись. Вот. Потом то, что как бы пошло в работе, ну, я же не могу полить, я не знаю, там, комментирую, потому что мне тоже нужно как бы безопасно кататься. Ну, я вчера немножко показал там презентацию про кое-кого ваших. Вы видели, наверное, да? Ну, поняли. Андрей. Я не понял, про кого речь. Да, я, ну, я вчера там показывал там с вашим политиком одним на яхте. А, ну-ну-ну. Да. Ну, он имел некое отношение к этому всему. Ну, ну, я не могу рассказывать подробно для эфира. Это ж публика, правильно? Вот. Романа запутали очень сильно. Он в долги влез в такие, что дальше потом не вылезешь с этого всего. Ну, и у него нет выхода. Но я не могу рассказывать. Ну, есть детали очень подробные, они понятные. Они очень ясны, четко. Там один пункт, два пункт, три пункт, четыре. Ну, я не могу их рассказать, потому что вдруг и со мной тоже потом в безопасности не будет. Все хорошо. Вот поэтому. Ну, это касается, как это касается вот типа под названием крыша. Вот. Вот. Берите вот эти пункты. Я понял. Так. Елена задала вопрос. Значит, зачем нас мучают полтора года? Значит, высказывай свое предположение. Андрей сейчас ответит, прав я или нет. Смотрите. Как мы слышали неоднократно, было зарегистрировано 450 тысяч счетов. Я, правда, не уверен. Эта цифра выводится из номеров счетов. То есть, когда регистрировался новый номер, ему присваивалось там на одну цифру больше и так далее. И кто-то, короче, посчитал, что суммарно было, если смотреть именно по номерам, 450 тысяч. Хотя я уверен, что это далеко не все эти счета были активированы. Вот. Но, по крайней мере, люди регистрировались, да. И, то есть, это почти полмиллиона человек. То есть, полмиллиона человек владели какой-то информацией о Life is Good, о Гермесе, о Bestway и вот регистрировались на сайте. То есть, это, ну, в нашем мире достаточно серьезная комьюнити, назовем так современным языком, сообщество. Комьюнити почти полмиллиона человек. И вот мы сейчас рассуждаем о клубе UTL. Предположим, как Андрей говорит, что именно Василенко сам не имеет к этому отношения, но имеют отношения какие-то другие организаторы. То есть, они увидели, окей, хорошо, есть большое комьюнити, полмиллиона человек, которые можно завести в наш проект. А, естественно, сейчас идет именно конкуренция, ну, среди разных инвестиционных компаний, там, брокеров и так далее. Именно за клиентов. Кто же откажется от полумиллиона готовых клиентов? Окей, то есть, и, соответственно, скажем так, создание клуба UTL, это вот, на мой взгляд, попытка именно перехватить вот это количество клиентов. Ну, попробовать, что может быть получится как бы раскрутить клуб. Другое дело, конечно, опять же, возникает вопрос, насколько хорошо у них получается, потому что многие, я уже слышал такие жалобы, после того, как попробовали вот эти все манипуляции с токенами, чпокенами, когда именно происходят различные, снимаются различные комиссии, человек смотрит, что вроде бы, да, пассивный доход есть, но при этом он съедается вот этими комиссиями. И многим, ну, как бы, эта ситуация и не нравится. Андрей, скажи, ну, правильно я рассуждаю, неправильно? Абсолютно грамотно. Даже я тебе скажу гораздо больше, чем как журналист ты рассуждаешь грамотно. Даже если бы мы что-то крутили, мутили бы, ну, блин, ты рассуждаешь грамотно просто, так как это есть. Не, ну, это просто логика. Ну, ну, по поводу домина ты не прав. Домина было логично, чтобы раскрутить проект вот этот UTL весь подряд. Логично было регистрировать на Романа. Для этого ж мало чего нужно. Паспорт же никакой там хостинг не требует ничего. Понимаешь, что там данные, тем более Романа, кстати, паспорт, он публичен, честно говоря. Потому что, опять же, смотри, насколько я понимаю, с этим типа королем Ясейном Фавазом, да, то есть, чтобы ему его это предложение заинтересовало, у меня просто его страница перед глазами в инстаграме, значит, чтобы его это предложение заинтересовало, естественно, никому не нужны чужие долги, то есть, какого перепугать человек должен. Я такое не предлагал. Я ему предлагал, извини, пожалуйста, за сленг, можно? Конкурс красоты на новых 50-40 моделей, которые я устраивал вечно в Бейруте с 2002 года. Вот, поэтому в Бейруте я особенный человек. Вот это правда. Вот, хочет там кто-то изучать там политику или нет, в Бейруте изучайте. Но в Бейруте я особенный человек. Именно я. Понятно. Понятно. Да, смотри, возвращаемся к, еще раз, как его, Ясейн Фаваз, да. То есть, чтобы человек захотел куда-то вложить, естественно, он должен понимать, а в чем его выгода, да. То есть, и никому не интересно платить за чужие долги. Я так понимаю, ты, допустим, если Роман согласится на такой план, на вот эту помощь, ты, получается, должен продать Романа. Ну, именно в смысле, преподнести Роману, как такого крутого сетевика, который способен построить большой... Да, ну, не показать, не показать проблемы, которые произошли, показать только хорошие всякие там видеосеминары и все подряд. И достаточно конкурса красоты и желания Романа. Вот мы увиделись, выпили бутылку виски и, ну что, полетели к моему дружбану. Вот, вот это примерно так выглядело, Андрей, да. Ты прекрасный журналист. Я вот восхищаюсь, даже можешь... Вот еще раз, сколько ты меня блокировал везде? Я восхищаюсь твоей работой. Молодец. Правильно? Я тебя блокирую за мат в основном. Нормально все, нормально, блокирую. Нормально, правильно, значит, так заслуженно. Вот примерно так я хочу встретиться с Романом. Я хочу понять, есть ли у него какие-то там цифры денег, ну, на самом деле, ему принадлежащие, да, которые у него в активах, они там где-то там заморожены в России. Вот. Понять, что есть, и нам нужно устроить конкурс большой там в Бейруте. Вот примерно так я действую. Так я зарабатываю большие деньги обычно. Так я кручусь. Вот. И я знаю цифры. По поводу ЕСИНФОВАЗ, вот ты сейчас там можешь там после созвона, ну, дарыть немножко там Google и так далее, и посмотришь все. Вот. Да, эти цифры, возможно. Смотри, Андрей, следующий вопрос. А если у тебя, как ты говоришь, ты уже много лет проводишь конкурс красоты и зарабатываешь с этого хорошо, а зачем тогда тебе связываться вот с этой историей, там, разгребать, назовем так, авгиевые конюшни, life is good и так далее? Ну, смотри, я Роману, я Роману должен где-то 1300 долларов. Я Роману должен. Вот. И все-таки как-то там жили вместе, там, тусили, дружили. Как-то хочется его вытянуть из этого всего, а потом с него тоже заработать. Вот где-то так. Где-то так у меня. Потому что, то есть, я перед ним в долгу, на самом деле, по деньгам. Что-то пазм не сходится. Тут в Бейеруте хорошо зарабатываешь, а тут каких-то несчастных 300 тысяч дать не мог. Ну, это было 2004 год где-то так. Да, потом мы тему забыли. Так это 19 лет назад. Да, много лет уже прошло. Ну, это так. Это, чтобы вспомнить. Вот прям публично вспомнить, как есть. Хорошо, коллеги есть еще какие-то. Не, но это тоже спорный был долг такой. Мы можем посидеть, честно говоря, побухать и обсудить его. Но такое вот. Тем не менее. Да, это не был такой, что вот он записан, и надо его там прекратить. Global Star Club. Возможности безграничны.